Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Масленица – это языческий праздник или христианский? Многие недопонимают его значение. Вроде бы это время как следует расслабиться или наоборот перегрузиться всякими уже не мясными, но еще не постными явствами. На первый план вместо солнца и луны выходит блин, иногда тонкий, иногда увесистый, и вокруг него уже совершаются какие-то торжества, которые трудно назвать христианскими по причине их иногда неудержимости, неумеренности, всякого перегруза чрева явствами, а души праздными увеселениями является ли это лучшим приуготовлением к великому посту, да и вообще христианская ли это традиция? Несомненно, христианская, если узнать основание этой самой Масленицы, слово «масленица» употребляется и в православном календаре, указывая на характер поста. После заговенья в воскресенье, которое мы именуем о страшном суде, воспоминания самого окончания мировой истории, второго пришествия Христова, в этот день, в этот воскресный день бывает заговенье на мясо, и с тех пор начинается уже более активное, не только в воскресный день, но и в будни употреблением богослужебной книги «Постная триодь». Не все знают, что уже во вторник вечером произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с земными поклонами. Очевидно, что это покаянное время уже начинается тогда, когда пост уже начался. Только пост пока минимальный, отказ от самых обременительных и неудобных для подвязающегося мясных брашен. Среда и пятница не постные, но уже мясо не вкушается вплоть до Пасхи мирянами. Следовательно, первый день масленицы надо воспринимать как первый день поста, хотя еще облегченного допуском вкушения яиц на различных молочных видов пищи и традиционных для нашего русского стола блинов, которые как раз и уместно совмещать с различными солеными рыбками, икрой, сметаной, сливочным маслом. То есть они являются как бы доброй основой, вместо хлеба, пищи более аскетичной для вот этого рода ограничения, когда уже вовсе не вкушается мясное. Богослужение становится уже более покаянным, более сдержанным, и самоукорение, которым мы призваны по жизни, особенно ясно слышится в тех песнопениях, которые совершаются в храме, к сожалению, уже мало посещаемым, или, может быть, еще мало посещаемым в ожидании великопостных трудов. Благоразумные готовятся заранее, и още на масленицу, в соответствии с уставом церковным, начинают в келейные правила прибавлять молитву преподобного Ефрема Сирина «Господи, Владыка, живота моего, любимые молитвы по признанию Александра Сергеевича Пушкина его». Так что масленица никаким образом не является безудержным вакхическим весельем, чтобы оттянуться до максимального предела, даже повреждения здоровья накануне серьезных ограничений Великого Поста. Мало того, кто так проводит масленицу, тот никак не может начать и Великий Пост толково. Вместо постепенного ограничения он как раз вдруг наталкивается как на стену, на строгость Первой Седмицы и чувствует себя к ней совершенно внутренне неготовым. Его непременно тянет доедать все то, что осталось от недели, в которой воспоминается Адамово изгнание, которое является загованием на всю непостную пищу, даже на постную рыбку, поскольку Первая Седмица Великого Поста предполагает уже посильное для каждого в соответствии с личными возможностями максимальное воздержание пищи и максимальное протяженное молитвословие в храме. Службы меняются существенно, сами напевы меняются с воскресного вечера Адамово изгнание вместо привычного, достаточно оптимистичного звучания «Господи, помилуй, Господи, помилуй» звучит такое минорное «Господи, помилуй, Господи, помилуй» и вслед за их теньями, и все песнопения, и сам дух, и характер богослужения, особенно тогда, когда мы читаем Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Критского в первые четыре вечера Первой Седмицы Великого Поста, они, конечно, настраивают душу уже к серьезному труду над собою в ходе подготовки к грядущей макушке года Страстной и Светлой Седмицы. А только разумно проведенное время Масленицы этой недели о Страшном Суде как постепенной подготовки к строгому Великому Посту и будет самым оправданным и благонадежным способом ее проведения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok